Т.е. мы там не ухватили, что корабль попал в метеоритный поток, что, мягко говоря, странно, для корабля, пронзающего бездны пространство, попал в метеоритный поток, и метеориты часть людей почикали в капсулах, где они там в Криосне, механизм разбудил пилотов, они бросились сажать корабль, которая посадить невозможно, и девочка-пилот, дёргая за рычаги, пыталась отстрелить пассажирскую кабину для того, чтобы… отсек пассажирский, для того, чтобы выровнять корабль, т.е. спасая свою жопу, пыталась убить всех остальных, купив жизнь себе путём умерщвления всех пассажиров. Но отстрелить она их не смогла, и корабль… Но ей помешали. Ну да, и корабль в итоге посадила. Ну, часть выжила, часть нет, и вот они оказались на этой планете. А Ридик, конечно, уголовник Ридик сбежал. Но там есть и персонаж, который его ловит. Да. Собственно, и поймал. Наемник. Т.е. мент поганый. Обрати внимание, что представитель закона – неважно, полицейский – он не полицейский, он плохой. Убийца – хороший, а этот – плохой. Почему? Хотелось бы задать вопрос. Почему? Ну, а вот этот сброд, который составляет остальной личный состав снимающихся – ну, а он как-то непонятно мне за кого быть. Непонятно. Что с того, что он убийца? И что, они его побаиваются, конечно. Ну, а ты кто такой, чтобы с тобой на тебя опереться и ещё чего-то там спешить? Ну, они же сплотились перед общей опасностью. Ну, так. Не очень. Но пытались за свои шкуры бороться. Хорошо сплотилась только девочка-пилот, все остальные не очень. Вот насчёт сплочения. Есть момент, когда Ридика всё-таки обратно ловит его надзиратель, как его правильно назвать, Джонсон, по-моему. И когда они понимают, что на этой планете есть вот эти монстры, которые там во тьме где-то сидят и ждут, что есть опасность, и им нужно быстрее подготовить найденный корабль, перетащить батареи. Он решает воспользоваться помощью Ридика и отпускает его. Вот как вы считаете, вот этот момент – он знает, кто этот человек, что вот он убийца, как мы уже говорили. Такое решение его можно как-то оправдать, или это просто так, чтобы кино было интересно? Оправдать, конечно, можно, но только безысходностью, потому что он, во-первых, мужик, а, значит, физически крепкий и может помочь дотащить батарейки от того корабля до нового челнока, на котором они хотят улететь. Но ситуация-то опасная. Вот он дотащит батарейки, а улетит один – как быть? Как его контролировать, этого самого убийцу? Как? Это создаёт напряжение в кино – что дальше-то будет? Как вообще? Как он себя поведёт? Что там? Как там? Ну, на мой взгляд, да, в угоду сюжету, хотя там всё происходит так, как и должно происходить. Приличный человек, там только девочка-пилот, у которой дуга характера, так сказать, что вот она хотела всех убить, а дальше начинает мучиться, что она вот такой нехороший поступок совершила вообще, и как-то это надо искупить. Вот у неё дуга характера. Была такая, а стала в конце такая. А Ридик был подонком и в конце конченным подонком себя проявил. А вот тот момент, о котором мы уже говорили – Ридик, понимая, что у них нет возможности дойти последний этап до корабля все вместе, прячет героя в пещере, а сам с батарейками бежит до корабля. Ну, герой-то думает, что он за ними вернётся, а он… А он так не думает, он нормальный уголовник, а нафиг вы нужны? Зачем за вами возвращаться? Это только лишний риск. На ведре на этом прилететь туда нельзя, ущелье узкое, он там не сможет сесть. Зачем? В чём смысл? Кто ты ему такой? Кум, брат, сват? Зачем? Не надо, ну и, соответственно, хочет и улететь, бросив их. А они там ловят каких-то светлячков, там сажают в баночку, чтобы она хоть как-то светила. И девчонка смогла добежать до него. Да, ну и девочка-пилот побежала пристыдить этого негодяя, а он, видя, как её колбасит, давай над ней издеваться, чего они тебе, давай их бросим, вдвоём улетим, полетели туда-сюда, а она молодец, стояла до последнего, что как же так, помоги, спаси, а у него выбор есть – хочу – спасу, не хочу – сдохните. И это ничего хорошего о нём, как о герое, не говорит, он же не бросился обратно выручать людей, спасать, нет, его уговаривать надо. Ну, в конечном счёте… В конечном счёте получается, что он их по приколу просто, ну раз уж ты так просишь, то давай, спасу. Уголовная мразь, сволочи, подонок, блин, нехороший человек, т.е. лично у меня он никаких сопереживаний не вызывает. Да, выглядит, конечно, конечно, это всё, да, там выглядит круто. Молодой Вин Дизель. Да, Дизель там из-под штанги не вылезает, крепкий, лысый, глаза сверкают там в темноте, острит постоянно, т.е. там, что видно – вроде чисто. «Ты же сказал – чисто, а я сказал – вроде чисто, а сейчас как – вроде чисто». Смешно, чувство юмора туда-сюда, да, преподнесён таким джигитом, но на деле это сволочь. Ну, и девочку несчастную сожрали монстры. Мог бы тоже, кстати, разглядеть Юлы Павла. Ну, он там был при смерти, его самого ранили, она побежала его спасать, и так уж получилось, что монстр зашёл со стороны, где она стояла, а не вон. Ну, он распереживался, я замечу. Да, распереживался, а до этого чего-то не переживал, хотел улететь. Как-то ему не до переживаний было. Ну, может, он просто скрывал это внутри? Может. Остаётся только гадать, точно не очерчено, но я считаю, что вот так. Я как зритель, вот на меня всё это производит вот такое впечатление. Хорошее кино, оно про людей всегда, противостояние подлого наёмника и честного убийцы Риддика, страдания пилотессы, которая чуть людей не угробила, а тут хоть как-то там смертью своей искупив я вот хоть кого-то спасу, хрен с ним, пусть меня сожрут. Ну, про людей хорошо, на мой взгляд, получилось. Просто вот мы сейчас по всем местам прошлись, и, получается, вы, с одной стороны, похвалили фильм, ну, как вы, что вам нравится история и прочее, а с другой стороны, там столько отрицательных черт отметили. Как это вот не складывается? Я взрослый человек. Мир сложен и многообразен, и не бывает, т.е. бывает, конечно, но крайне редко вот это чёрное, а вот это белое. В данном фильме, повторюсь, это гламуризация уголовщины, как обычно в нынешнем западном кино. Это вот прикольно и весело быть уголовником, это гораздо лучше, чем быть каким-то ментом поганым, наркоманом, разумеется. Вот редик хороший, а эти все плохие, он герой. И это, на мой взгляд, ну, как всякий автор пишет и снимает всегда сам про себя. Ну, вот гражданин Туи, он, как и масса других творцов, он на уголовников смотрит, как кролик на удава, в полном восторге, какой удав красивый, он блестящий, он такой ловкий, он как схватит, он как задушит, за словом в карман не лезет, физически здоров, там спляшет и споёт, и лицо разобьёт. Вот это у них вызывает вот сплошной восторг, и поэтому они эти образы тащат на экраны. А что этому противопоставить, они просто не знают. У них есть такое – «Don't be a hero, Рэмбо», там внизу наши люди, ваши люди, не лезь в герои. Вот героем быть нельзя, героев нет в западном мире, там каждый сам за себя, строго каждый сам за себя, героев нет. В качестве героя ты можешь себе назначить какого-нибудь Ридика, гнусную уголовную тварь, которая вот здесь вот так вот ловко попав в ситуацию, где он может свои навыки проявить как следует, он же не о тебе заботится. В общем-то. Он им помогает. Но только потому, что ситуация безысходная. Батарейки нужны всем. И ему в том числе притащить. А так нет ни любви, ни уважения, ни сострадания – ничего в нём нет. Такой уголовник. Не, ну там же есть тоже фильмы про полицейских? Есть, конечно, но это придуманные фильмы. Хорошие фильмы про полицейских. Недавно тут пересматривал художественный фильм «Американ гангстер», где на весь Нью-Йорк одного полицейского еле нашли, который не вор и не жулик, которому можно доверить, возглавить какой-то отдел. При этом это так преподносится, что начальство его нашло. Но если у вас все такие подонки в вашей полиции, то, по всей видимости, и начальство у них такие же подонки, и как-то непонятно… Помнишь, там показали большое удивление, что все знали, что он нашёл большую сумму у бандитов и ни себе ничего не взял? Всех полицейских… Ну, там такая ненависть в околотке, когда они там деньги считали, там, fucking boy scout, что ты идиот. И первое, о чём спросил негр – а это правда, что ты сдал миллион. Правда. То есть, этот поступок никакой логикой вообще объяснить нельзя. Честность. Ну, вот такие у них полицейские. То есть, американское кино про полицейских, ну, как показательное, так сказать, какое там взять, например, смертельное оружие. Мэл Гибсон – белый, и Дэнни Гловер – чёрный. Бывает ли так? Это само по себе уже как-то странно. Бывает ли так в полиции? Безусловно, бывает. Это надо. Потому, что надо. Потому, что в чёрном районе будут разговаривать только с чёрным. Потому, что это расистское общество, насквозь расизмом пропитанное и на нём построенное, там чёрный должен быть. А есть ли между ними дружба какая-то? Ну, сказать затруднительно, но глядя по фильму – нет. А самое главное, что когда показывают семьи – у Дэнни Гловера чёрная жена, и дети все чёрные, и чё-то там нет никаких этих межрасовых браков. Под все вот эти рассказы, что у нас тут демократия, и все равны перед законом, так вы чё-то такое странное показываете. Это кино. Как говорил Энтони Сопрано – а вот эта картина что обозначает? А что там? А вот там дерево, прогнившее изнутри. На дереве не видно, что оно сгнило изнутри – бля, я так и знал, это какая-то психиатрическая картина! Вот и тут это какие-то психиатрические фильмы, в которых людям в мозг вставляют, что у нас тут дружба народов, что белый с чёрным – они такие друзья, ничего подобного. Как раз наоборот.